Слава Богу, дорогие друзья, что мы сегодня во второй раз в Доме Господнем и пришли послушать, что хочет сказать нам Господь. Вы знаете, первый брат говорил о служении Господу, о времени служения. Я вспомнил один рассказ о почтальоне, который носил почту, и как верующий человек благовествовал. Сейчас, правда, я не знаю, носят почту или не носят, непонятно, и не видно ни почтальонов, никого, потому что все то смски, то интернет, то еще как-то переписываются, говорят, ну раньше так было. И вот он свидетельствовал молодой девушке, а девушка говорит о том, что она еще молода, она хочет пожить для себя, а потом пройти к Богу. Ну, и он попросил в ней воды, отпил больше половины стакана воды, остальную часть, говорит, а вы допьете после меня? Она говорит, что вы? Она говорит, вот так вы хотите прожить жизнь для себя, а остаток немощи своей принести Богу. И действительно, это правильно, когда молодые люди в молодом возрасте приходят к Богу, это радость к Богу, это и радость для них, потому что они будут жить для Бога и для себя, потому что Господь будет их благословлять. Будет давать им все то, что они по воле Его будут просить у Него. И вот, знаете, дорогие друзья, мы в преддверии вечерей Господней, и вот в молитвах, и вот я думаю, и вы замечаете, что каждый, когда молится Богу, мы в молитвах приносим благодарение Богу за то, что Он сделал для нас. Ведь Он принес Себя в жертву. Мы были грешниками, и Он умер за нас с вами, чтобы мы, по вере в Него, имели жизнь вечную. Знаете, мы молимся, часто не задумываемся над этими словами, ведь и в Священном Писании написано, да испытывает себя человек, то есть проверяет свою жизнь. Прежде чем принять участие в вечерей Господней. Мы благодарим Бога за то, что Он умер за грехи, страдал и умер за грехи наши. Знаете, вот хочу спросить вас здесь сидящих, а готовы мы хотя бы пострадать за своего брата или за сестру? Готовы ли мы? Знаете, и умереть, как Слово Божье говорит, только можно или за какие-то деньги, или за какое-то что-то придать свою жизнь. Потому что человек в своей жизни готов цепляться за жизнь в любом состоянии. Даже тяжело больной, зная о том, что он отойдет в вечность, он молится, просит, просит Бога или стремится. Как один человек сказал, если человек будет стоять на краю пропасти, на одной ноге, и он будет стоять и просить, чтобы жить так, как он будет в этом находиться. Это говорит о том, что человек цепляется за свою жизнь и хочет жить. А Иисус Христос пришел на эту землю, чтобы спасти нас, чтобы умереть за нас с вами. И Он принес себе это. Готовы ли мы сделать это для ближних своих, за братьев, за сестер? Я думаю, что нет. И вот знаете, я сейчас прочитаю место Священного Писания. Это с Нагорной проповеди нашего Господа Иисуса Христа. Но они написаны нам с вами. Написаны для того, чтобы мы именно поступали так, как хочет Господь. Это Евангелие от Матфея, 5 глава. Будем читать с 23 стиха. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде, примирись с братом твоим. И тогда прийди и принеси дар твой. Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним. До этого места, думаю, достаточно будет, дорогие друзья. Знаете, это с Нагорной проповеди нашего Господа Иисуса Христа. И слова здесь относятся именно к нам с вами. К тем, которые полюбили Господа, полюбили всей душой, всей сердцем. И вот, знаете, в 1 Иоанна, в 4 главе, 19 стиха, написаны такие слова. Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. И действительно это так. Мы были грешниками. Мы не знали, мы отвергали Его. Мы жили своей жизнью, мы делали зло, мы делали грех. Но Он уже любил нас. Он любил нас и искал в этом мире нас, чтобы мы возлюбили Его. И далее Он говорит эти слова. Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит тот жжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? Смотрите, дорогие, дорогие братья и сестры, какие слова. Ведь Иоанн пишет это нам с вами. Пишет и говорит, что мы говорим, что любим Бога, а брата своего, который рядом с нами, мы ненавидим, мы не любим, мы прозираем. И он говорит, вы лжец. Вы неправду говорите, потому что не может человек любить Бога, которого не видит. А брата своего или сестру свою ненавидит. Как это может быть? Только жжецы говорят об этом. Только те, которые, говорят, обманывают самих себя. Они надеются, они думают так. Но Слово Божие обличает нас. Оно говорит о том, что это неправда. Что не может человек любить Бога и ненавидеть брата своего. Ведь Иисус Христос говорил о двух источниках, об источнике, с которого не может течь горькая и сладкая вода. И это действительно так. Если мы любим Бога, мы должны любить. Ведь Бог, почему я с самого начала сказал, что мы часто молимся, мы часто говорим Богу о том, что благодарим Его за то, что Он сделал для нас. А сами мы готовы что-нибудь сделать для ближнего своего? Готовы даже пострадать? Я не говорю о смерти. Нет, мы не готовы. Мы не готовы, потому что эти слова обличают нас с вами. Они говорят совсем обратное. Что в действительности мы не любим друг друга. Мы ненавидим ближних своих. Мы приступаем к заповеди, которые Господь сказал. Ведь Он говорит о том, что и так ты принесешь жертву. Действительно тогда приносили жертвы. Но сегодня мы к ногам нашему Господу приносим наши молитвы. Мы молимся, мы вопериваем к Нему, мы обращаемся к Нему. А что на сердце наше? Что там внутри нас? Камень лежит, который холодит наше сердце? Или любовь Божья, потому что Бог возлюбил еще до того, как были грешниками. Мы молимся, мы просим у Бога прощения. Но простили ли мы ближнего своего? Ведь эти слова, пойди, написано, примирись с братом своим или с сестрой, это разницы нет никакой. Пойди, примирись. Я это говорю в преддверии вечерей Господней, дорогие друзья. Если есть у кого-то на сердце что-то. Что-то не то, что прославляет Господа. Мы должны все сделать. И если мы этого не делаем, то мы просто участвуем в вечере для обличения своего, в вечере Господней. Потому что слова, которые написаны здесь, они говорят об этом. И знаете, и когда молимся, мы, я думаю, все говорим вот эти слова 12 стиха. И прости нам долги наши, как и мы прощаем доложникам нашим. Или мы, может быть, молимся только до 11 стиха, а это стихи не говорим. Почему есть такие, вернее, ну, были такие, описанные в рассказах там разные, что одна сестра молилась именно до этого стиха, когда спрашивали, а почему дальше, а я не могу простить там кому-то. Не могу простить. Так написано, как мы прощаем, так и нам проститься. Об этом говорит Священное Писание. Об этом говорит не я говорю, это говорит Слово Божие. Для того, чтобы мы примирялись, чтобы любили друг друга. И вот он говорит, что прежде чем принести... Здесь написано дар твою жертвеннику, ну, принести Богу молитву, мы должны сперва примириться. Примириться с ближними, примириться с братьями, с сестрами. И тогда можно будет принести, и Господь примет нашу молитву. Он услышит ее. Слова, которые звучат дальше в 25 стихе. «Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути». Далее здесь описывается, что соперник вернет там в тюрьму, сидеть будешь, пока не выйдешь оттуда. Но это не только путь. Каждому Господь отмирил путь на этой земле. Никто из нас не знает, когда он отойдет в вечность, когда призовет его Господь. Никто не знает абсолютно. Только Господь знает. И здесь эти слова как раз говорят о том, что скорее мирись. Не отлаживай на завтра, на послезавтра или не потом. Ты еще находишься на пути, и день завтрашний не в твоих руках. Он говорит именно о примирении сегодня. Я думаю, вы слышали, я говорил об этом одной молодой семье, которая, знаешь, муж собирался на работе, работал он на шахте. И вот они поссорились. И когда он ходил, он говорил ей слова, что «Прости меня, я люблю тебя». А она говорила ему «Уйди, я ненавижу тебя». И он ушел, он ушел, и он ушел в вечность, потому что на шахте произошел взрыв, обвалился штрек и присыпал многих людей, находящихся там. И это часто бывает, мы знаем из газет, слышим об этом, что происходит, люди гибнут. И вот эта женщина или девушка упала на грудь своего мужа и просила его, чтобы он очнулся хотя бы на миг, чтобы сказать ему, что она любит его. Знаете, дорогие друзья, любовь, об этом Священном Писании очень много говорит о любви. Она говорит не только о любви Божией, но она говорит и о нашей любви, какова она должна быть. Послание, первое послание Коринфянам, 13 главе. Мы прочитаем это место Священного Писания, потому что действительно здесь описывается любовь, какова она должна быть. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвол звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, и не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое, и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умокнут, и знания упразднятся. Эти слова апостол Павел пишет Коринфянской церкви. Он пишет и нам с вами, дорогие братья и сестры. Он пишет и говорит, что мы можем иметь все. Он говорит, что я имею, могу иметь или говорю языками человеческими, ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая и кимбал звучащий. Дорогие друзья, это говорит о любви. Что человек может иметь все в своих мыслях, поступках, говорить, слышать ангелов, говорить им, понимать их, говорить этими языками. Это он говорит. Но если нет любви, то это все как медь звенящая или как кимбал звучащий. И далее он говорит о том, о даре пророчества и знает все тайны. Знаете, может, читает все мысли, мысли людей, может, знает, что у них на сердце, то есть познание, имеет веру в то, что и горы переставляет, передвигает, а любви не имеет. И опять он говорит, это ничто. И далее говорит о том, что он даже может раздать все имение, отдать тело свое на сожжение, а любви не имеет, то нет ни в этом никакой пользы. Знаете, дорогие друзья, в этих словах сокрыто то, что каждый из нас предстанет пред Господом. И каждый из нас перед Иисусом Христом будет давать ответ, что он как жил в этой жизни. И если заключение можно сказать вот из этих слов, которые мы прочитали, о любви, и если у нас нету любви друг к другу, то нам нечего будет сказать Господу. Я думаю, что мы на пути не попадем туда. Потому что Бог возлюбил нас, возлюбил до того, что отдал для того, чтобы мы приняли Его как своего Спасителя. Он все сделал для того, чтобы мы поверили в Него и приняли Его. То есть Он умер. Иисус Христос мы родились для того, чтобы жить. Чтобы жить в этой жизни, радоваться Ей, радоваться того, что нас окружает, что есть хлеб, есть хлебу. А Он пришел на эту землю для того, чтобы умереть за каждого грешника. И Он хочет, чтобы у нас была эта любовь. Любовь ко всем живущим на земле. К ближним своим, тем более к братьям и сестрам. Потому что нету более любви, как отдать. А если мы не готовы отдать, не готовы пострадать, то, как и в послании Иоанн пишет, что мы лжецы. Нету у нас любви ни к Богу, ни к ближнему. И поэтому Господь хочет, чтобы любовь именно была у нас в каждом. И слава нашему Господу, что Он придя на эту землю, оставил Слово Своё для того, чтобы мы познавали и приближались к Нему. Чтобы мы достигали Царства Небесное через Его Писание. То, что Он сделал для нас, Он сделал один раз. Пронес себя в жертву за каждого. Слава Ему! Аминь! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова